В четверг вечером на улице Широнова посетитель магазина расстрелял из травматического пистолета собаку другого клиента торговой точки. Конфликт между двумя мужчинами произошел в магазине «Аквариум». Собаковод зашел сюда, чтобы купить бутылку пива. В торговый зал 67-летний хабаровчанин завел и своего добермана. Именно это и не понравилось другому визитеру. Он взял бутылочку пива и пошел. Этот ему говорит, что сюда мужик зашел, собака со здоровой. Он говорит, что намордники домашние, она никого не трогает. Вышел и пошел. И он говорит, что-то они тут зацепились немножко языками. Он достает пистолет из брасетки и говорит, что сейчас тебя застрелю. Чтобы не провоцировать вооруженного человека, пенсионер попросту покинул торговый зал. Казалось, конфликт был исчерпан. Однако вооруженный пистолетом мужчина вышел следом, нагнал горожанина за домом и открыл огонь на поражение. Целился он в собаку, а не в хозяина. Доберман получил три полевых ранения. Привлеченные звуками выстрелов очевидцы встали на сторону собаковода. Несмотря на то, что хулиган был вооружен, его удерживали на месте до приезда полиции. Наряд забрал подозреваемого в отделение. Туда же позже приехал и потерпевший, после того, как его трехлетней любимице была оказана помощь. В полицейском кабинете он написал заявление на обидчика и дал показания дежурному офицеру. По словам мужчины, доберман для посетителя никакой угрозы не представлял. Скорее всего, он просто не заметил намордник. Собака была в наморднике, но у нее намордник мягкий. И так как она черная собака, намордник не видно. И ошейник строгарь. То есть, знаете, строгарь? Шипань. Я вышел такой, пошел, пошел домой. И вышел домой такой, и завернул такой, ну думаю, пиво купил такой, хотел такой его откупырить такой. Ну, а он тут с другой стороны зашел и начал стрелять. Помощь раненой собаке была оказана на дому. Хозяин позвонил заводчице, которая приехала к нему в квартиру и сделала небольшую операцию. Состояние собаки удовлетворительное. «Жить будет». Стрелявшему грозит обвинение в хулиганстве с использованием оружия. С места происшествия Марина Муратова, Александр Ефанов и Степан Симонов.